Братья и сестры, сегодня вы слышали последнее в этом году пение покаянного песнопения, которое называется «Покаянный». Все мы только что его слышали в последний раз, переживая то, с чего когда-то начиналось наше бубрище Великого Поста. В Великий Пост Церковь выходит в пустыню и ведет за собой всех, как в житии преподобного религипетской монахи известного монастыря выходили в пустыню, чтобы там найти что-то для них значимое и ценное. Преподобный Зосима искал там святого человека, и он его нашел. Церковь выводит нас всех в пустыню, чтобы мы в первую очередь нашли там Христа, потому что Он первый впереди нас пошел в пустыню. И самое драгоценное – это встретить во дни нашего пустыннического жития, нашего покаянного подвига, встретить Христа, который преободрит и утешит, исцелит наши язвы, простит нам грехи. Но этот путь долгий, и каждый встречает в пустыне покаяния то, что способен принять, то, что способен понести. Кто-то – прощение грехов, кто-то – познание своей немощи, кто-то – познание своего греха, кто-то – некий навык добродетели, некий опыт преодоления борьбы со страстью, некую войну добродетели, некое качество, которое мы приносим, возвращаясь из пустыни. На этом наша жизнь и заканчивается, и мы, как говорили старые люди в моем детстве, дай Бог дожить до следующего покаяния, прожить, сохранив это сокровище, которое мы получили здесь, в пустыне покаяния, сохранить. Как? Помнить, что все, что мы приобрели во дни поста, есть дар Божий. То, что мы можем внести, помнить и благодарить за добродетель или качество, за познанный грех или связинку, за покаяние или очищение. Но помнить и благодарить – это залог самого главного, залог жизни во Христе, залог будущего, грядущего возрождения во Христе, залог воскресения во Христе. Когда мы пренебрегаем обнаруженными в пустыне покаяния дарами, когда мы не исповедуем, что это дал мне Христос, потому что любит меня, мы теряем все, и приходится начинать сначала. Так будем помнить и благодарить, и никогда не перестанем искать воскресшего Христа. Аминь.